Что-то не видно. У вас тёмное всё здесь почему-то. Половина лица тёмная. Тёмная, тёмная здесь у вас. Вот так получше видно. Опять тёмная. Тёмная у вас эта сторона, вот слева, слева у вас. Лицо тёмное, вот так, вот. И маленько повыше, чтобы голова была хорошо видна. Повыше так, чтобы вот так. Добрый вечер. Добрый вечер. У нас всё записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Ну, я потому и спрашиваю, что мы никогда не это, не противоречим этому. Не вырезаю ничего. Я никогда не добавляю ничего. Я не умею это делать. Вот как есть, поговорили. Так я отдаю в администрацию. Там модераторы ставят, а я открываю замки. Ну, хорошо. Если вы решитесь это в прямой эфир, выпустите эту запись со мной. Да как не решиться? У меня тринадцать тысяч сто роликов. Это же не два, три. Ну, хорошо, Игнатий Тихонович. Я тут немножко кое-что выписал, немножко, впрочем, чтобы не утомлять сильно. Вы помните, мы беседовали с вами где-то год назад. Да. Это было... А вообще, я прежде всего хотел бы узнать, в какой форме наш диалог состоится, или вы предпочитаете вопрос-ответ? Вопрос-ответы. Вопрос-ответы. И притом, я если не согласен, я отвечаю, мы идём дальше. Другого ответа не будет, а спорить чего. Как один говорит, диалог не получился. Переходим сразу к оскорблениям. Ну, оскорбление не должно даже именно... Ну, вот и всё. Это до смеха уже так говорят. Я никогда не спорю. А возвестил истину, спорит, кто ничего не знает. А кто знает, он возвещает истину. Я понимаю. Много непониманий создаётся на почве того, что люди спорят, и даже более того, христиане, они часто не могут даже выслушать до конца друг друга, перебивают друг друга. И я, когда встречаюсь с таковым человеком, ну, мне приходится тоже перебивать иной раз, чего я очень не люблю. А в отношении вопроса-ответа, то есть я коротенький вопросик, вы мне пространный ответ. Да. И это будет не в мою пользу, потому что можно коротенько спросить что-то, и можно длинно всё объяснить, и это будет убедительно. Вот. А давайте поменяемся. Вы будете коротенький вопрос, а я поводу вам мои длинные сомнения по поводу моих изысканий, наблюдений, так как я хотел перейти в православие же дома. И, ну, вас это навряд ли устроит, да? Нет, я не задаю вопросы. Я отвечаю. Вот я в университете, допустим, я одновременно в пяти университетах вел занятия. Вот 13 школ, в отделах милиции, в воинских частях, по радио. Поэтому я выступаю, говорю, а потом идут вопросы, я отвечаю. А что я буду задавать, я не знаю. Я открытый. Всё. Человек пришёл ко мне в гости, и он меня спрашивает. Ему нужно что-то понять, куда идти правильно, туда или сюда. Да, но мне не просто... У меня некоторые, как бы, моих исследований... Я пытаюсь перейти в православие. Ну, я в аптизме был много лет, но ушёл оттуда. И в ходе моих исследований у меня возникают некоторые противоречия и наблюдения. Вот, в частности, мне становится непонятным кое-что, даже много что непонятного. Допустим, я пытался принять православие, как оно есть, но я же человек разумный, я не могу отключить ум свой. Тем более, я знаю Евангелие неплохо. Ну, сравнительно неплохо, так скажем. Много наизусть. А я пытался выписывать недавно высказывания святых, в частности, вот, о православии. Видите, Игнатий Тихонович, я не любитель говорить речами, длинными речами. Я бы и не... Откровенно признаюсь, не любитель слушать длинных речей тоже. Может, нам бы достигнуть какое-то такое... Среднее что-то такое. Боюсь показаться философом. Тихонович, это ругательное слово почему-то становится. Хотя я... То есть, такой как бы баланс нащупать. Может быть, все-таки диалог мы попробуем как бы сделать. Вопросы-ответы давайте. Мы еще не знаете, как я буду отвечать. А уже вопрос, длинный или короткий. Вот я принес статью в газету, а они просчитали, знаете, эта статья не пойдет, люди не примут. Я говорю, зачем вы за людей? Говорите, они напечатали эту статью, выставили на соревнования, там, по статьям, на первое место в России. Я говорю, а вы решали за людей? Что решать-то? Я отвечаю во имя Бога. Газета Мирская, Губернская. У меня, видите, не столько вопросов набралось, а сколько наблюдений. И если я эти наблюдения свои в ходе моего исследования православия выскажу сейчас, вы можете потом дать какое-то объяснение моим наблюдениям, что я неправильно вижу, может быть? А не просто, что краткий вопрос. Ну, к примеру, я, пытаясь переходить в православие, находил некоторые такие моменты. Да, мне очень понравилась идея, что была одна церковь первоапостольская, и так она была одна и есть, и будет, как Христос сказал. Церковь создан, врата ага, не одолеют ее. Потом прошло тысяча пятьдесят лет, раз католики откололись от единой церкви. Потом пошли протестанты откалываться, там, сотни, тысячи. И мне нравилась сама идея, что была одна церковь. Ну, как православные называют, это мы, мы. Это мы и были когда-то. Прекрасно. Но вот что сегодня, в наши дни, в частности, вот вашу, как бы сказать, общину, или как это выразить, рассматривая, то где она, эта единая православная? Потому что от православия сейчас откалываются такие, как бы это выразится поудачнее, ну, ревнители чистоты, что ли, или первоапостольского учения. Вот. И они, как бы, претендуют на то, ну, на истину, в последней инстанции, конечно, ну, разумеется, как все, все по Библии же все делают, тем более опираются на святых. Вот. И как в этом многообразии сориентироваться сегодня? То есть то, что мне нравилось раньше, вот эта идея единой церкви православной, получается сегодня, что православных много, которые уже откалываются, которые говорят, там, московская, там, это отступники, там, и другие. И вот в этом смысле я, как бы, уже потерял вот эту, как бы сказать, ну, вы понимаете, что я потерял в ходе своих исследований. То есть мне сложнее теперь ни одна православная, вот, учение, вот, ваше, допустим, много отличается. Вы критикуете поклонение мощам и прочее, но это же официальная точка зрения православной церкви. Значит, вы идете, в моем наблюдении, вы, поправьте меня, если не так, вы идете против официальных, так скажем, монашества и так далее. Это же вы, веками, все было выношено эмпирическим путем в лоне православной церкви. И вы, как бы, критикуя это, отрекаетесь от этого. С какой стати, ну, я задаю прямой вопрос, я должен теперь верить не православной официальной церкви, а интерпретации уважаемому Игнатию Тихоновичу, в частности, вам. Ну, с какой стати? Ведь была, знаю, апостольская. Вот это маленький вопрос, пожалуйста, как вы могли бы ответить на него? Церковь была и осталась единая. И определяется это не то, что в 1054 году отделились католики, а католики говорят, к схизму впало православие. Там об одном слове речь шла, филиоква, в Духа Святаго Господа Истинного Желтворящего, и же от Отца Исходящего. А они добавили и от Сына. Но перед этим они же подписали вместе, что ничего к этому символу, к реду Никео Цареградскому, не добавлять ни слова. Кто добавил? Католики. Ну, а как правильно будет? Правильно то и другое. Почему? В одном месте говорится от Отца, в другом месте говорится от Сына. Да кому же по-католическим? Меня православные за это, говорят, душить будут. Я говорю, да. Католики здесь могут быть и правее нас даже. Всё, вопрос решён. А всё, что вы говорите... А потом отпали протестанты. Они ниоткуда не отпадали. Они заново организовали. Протестанты не отпадало. Сегодня 21 тысяча разных наименований, ересей, которые называют динаминациями, конфессиями, а они ниоткуда не отпали. Они от своих где были, они теперь что-то по-другому. Адвентисты седьмого дня, суббота, и пошли дальше. Души нету, ада нету. Они не отпали. И они вне церкви. Если нету хиротонии, рукоположенных от апостольских времён, непрерывно апостол... А епоскопов... Это не церковь. Повторяю, католики. Православные. Есть старообрядцы. Это всё единая церковь. Григория на армяне. В 4 веке ещё приняли апостолическое. Копты и сирийцы. Пять. За этим пределом церкви нету. Никто больше не сохранил. Церковь – это собрание верующих душ, у верующих во Христа, которые по рукоположению, о чём говорил апостол Павел Титу, до вершины доконченная, рукоположили им. Больше нет ничего. Вот вам первый ответ. Теперь. Вот мы православные, и вы заметили, что я против мощей. Это неправильно. Я не против мощей. Против того, что делают с мощами. Мощами называется человек. Человек. Вот жития святых, а это 12 томов. И, думаю, я впервые за всю историю мировую насчитал 12 томов на плёнке, да ещё и с комментариями, да ещё с каталогами, да ещё симфонию составил на них, то мне это и сделать. 1173 жития. И нигде нету, чтобы повеление было резать, как мощи сейчас. Там голова, там рука. Нигде не было, чтобы святые разрешали, наоборот, запрещали. Вот Симеон Столпник. У него близкие отношения с патриархом. И когда он умер, патриарх решил от бороды несколько волосинок взять у мёртвого. Раздался гром, и рука у патриарха иссохла. Он скорее волосы приложил назад, и обратно рука освободилась. Даже волосинки нельзя тронуть. Андрей Кураев говорит, Игнатий ничего нового не сказал. Он поднял целые пласты, нами забытые, нашего. Андрей Кураев. Поэтому, когда я говорю о монашестве, я не против. Я за монашество двумя руками. Но не сидеть. Павел говорит, незамужняя и неженатый заботится о Господнем. Как угодить Господу? Вот оно, монашество. Мона один означает. Один. Мне не надо ни с кем советоваться. Я что-то где-то сорвал, съел там, выкопал. Я сытый. Я до края Вселенной могу идти. А когда жена-дети, они по рукам и ногам связывают, как протопопа вакуума. Но не у каждого такая Анастасия Марковна. Она спросила, доколе протопоп? А он говорит, до самой смерти, Марковна, до самой смерти. Вот нам примеры. Я говорю, монастыри нужны. И в них сразу же образовать училище подготовки миссионеров. И по два человека миссионерские отделы нельзя создать. Два человека. Двенадцать разделенные были. По два Бог послал. Семьдесят избрал. По два. Моисей и Арон по двое. Кирилл и Мефодий двое. Что тут? Я ничего не толкую. По двое. И чтобы они знали Писание, были крещены Духом Святым. Правильное троекратное погружение в воде было. И теперь они идут по миру. Умирает их. Вот сейчас в Америке, там где-то на островах уехал один, его стрелами убили. Убили эти дикари. А их там всего человек двадцать. Вот. Люди идут, проповедуют. Поэтому я за монашество, чтобы потом, когда люди состарятся, заболеют, там, которые старики, они ухаживали друг за другом. А эти находили средства допоить, докормить. Которые на алтарь Христа душу положили. Я против монашества, которые людей лучшие соки из народа высасывали и там за стенами гробили. У Великого Пахомия одиннадцать тысяч мужиков было. И ни одного проповедника. Это как так? Одиннадцать тысяч. Это дивизия. Целая дивизия. А представьте, сколько они могли сделать по два. Это пятьсот пунктов положили. Пятьсот пятьдесят пунктов бы положили. Голову где-то. Ничего не сделало. Они не послали. Мне вот этот форпост фильм показывает. Жар его фамилия. Михаил был. Священник. И у него там монастырь на границе где-то с Румынией. В Молдавии. На них в патриархии относятся. И они там принимают детей. Больных с ПИДом. Брошенных. Там где-то четыреста пятьдесят ребятишек. Их отнимают. И теперь он, когда патриарх Кирилл встретился там с Франциском в Гаване-то. И его перестали поминать. Это совершенно неправильно. Я говорю, они ничего не сделали. Уже все и так продано. Еще от патриарха зависело это. Уже все. Крестите как попало. Бритые. В галстуках стоите. Промассоненные до конца мозгов. Поэтому патриарха оставьте в покое. О себе подумайте. Вам искать не надо. Они когда узнали, что я заступаюсь, решили меня к себе. Я говорю, во сколько там монахов? Ну монахов там четыреста, допустим. Четыреста мужиков сидит в одном месте. Вы оставьте стареньких. Пусть за детьми ухаживают. Вы знаете румынские языки. У вас есть, которые украинские знают, русские. Посылайте миссионеров, проповедуйте. Что вы сидите? А вот просидели, а в 632 году, в 632 году, умер Мухаммад, основатель исламской религии. За 630 лет ни одного миссионера не послали туда. Аналоги брали. И это вот монашество, оно и сделало зло, зло, что запечатало проповедь. Идите по всему миру. Они за стенами сидели. Я говорю, они сделали зло больше, чем коммунисты, фашисты, мусульмане, масоны вместе взятые в несколько раз. Я не против монашества, против того, что запирают их. А надо идти проповедовать, благовествовать всему миру. Вот мы это... Вопрос-то формулировал как? Что вы не согласны с мнением, то есть начальства, или как это выразить, священства православной церкви. Получается автоматически, в моем понимании, вы меня поправьте, что вы, значит, как бы выходите, ну, как православные употребляют грубые такие слова, чекции существуют. То есть вы как бы становитесь такой группой, которые не согласны с определенными, ну, как бы, традициями или понятиями. Так, подождите. Я объясню сейчас, объясню, чтобы вам время не тратить. Я объясню, что мощи, то мощи надо собрать. Мощи, я говорю, и с честью похоронить. Прах ты, в прах возвратишься. Вот все. Я не согласен с тем, что идет вопреки Святой Библии. Вы это говорите. Вопреки канонов идут, геони. Никуда мы не вышли. Мы в церкви. К нам приезжает митрополит, служит у нас. Поэтому, коротко сказать, мы не против. Мы в церкви находимся. Никуда мы не вышли. Протестанты, что надо отмечить попутно, они тоже по Библии. Но вы, как аргумент, говорите всегда, что они откололись от единой церкви. От мнения церкви, которого стоп утверждения истины. Теперь я вижу в моем исследовании, что многие от православия, откалываются по различным причинам так обобщим. Ну, а какое основание верить той православной группе или той? Еще так. Если они не говорят как Слово Божие, Галатам 1, 8, 9, анафема, весь ответ. Ну, по Библии нигде не написано, что мощи выкапывать и резать. Он говорит, оставьте мертвецам похоронить. Мертвецам. Даже хоронить, и то мертвецы хоронят. Они выкапывают и режут. Пальцы режут и начинают продавать где-то. Это безумие полное. Я говорю, все мощи надо собрать с патриархом, с песнопениями в почетном месте захоронить и больше не прикасаться. Прекрасно. Это я говорю по Библии. Прах-то и в прах возвратительства. Прах. Не в антиминцы, не в кресты. Прекрасно. Тогда пойдем по Библии дальше. Я тут вот, мне попался материальчик такой, буквально, как говорится, случайно, но случайностей-то нет. Один был некто свидетель Иеговы. И он не подвергал, как и многие истинно верующие, не подвергал сомнению истинности своих понятий. Ну, сидетели Иеговы, они довольно-таки такие, ну, саморазвивающиеся, или как это сказать. И вот он исследовал, значит, свое учение и разочаровался, так в общем, скажем. И потом он стал ближе к иготет православию, в частности, Ковской церкви. Он хотел даже туда перейти, как принять это православие. Но так как он был научен горьким опытом и решил не доверять никому, и более того, он дал даже обещание себе и Богу, как бы, когда выходил от свидетеля Иеговы, что я буду все исследовать детально. И его сердце как-то наклонилось в сторону православия. И он в сходе своего исследования нашел источники древних святых. Я здесь выписал, я, конечно, не могу возможности зачитать детально, что они говорили, в частности, об изображениях. Тут некоторые, некто Киприан, Карфагенский в 250-м году, это православные святые, вы лучше меня знаете. И Устин Мученик, Иустин Мученик в 160-м году, Ириней, Илеонский в 180-й год, Климент Александрийский в 195-й, Тертулиан, Ориген и Палеат при святой римской церкви в 10-25-й, Аэритика, в частности, пишет. Я позволю себе одну только цитату. Они, Итау и Палеат при святой римской церкви, они почитают изображения Христа, утверждая, что эти изображения существовали в то время, якобы, созданные под руководством Пилата. Это подобные критические такие вот именно цитаты, можно это все исследовать детально, они были категорически против изображений, статуй, поклонения, вот, как это, как традиция человечества, вот эти все святые, вы подобное читали? Конечно. Ну, что подобное читали мы, это частное мнение, церковь допускает, но он не насаждал это, он так думал, видел, вот Иоанна Златоуста тащили веревкой, это самый великий проповедник за 2000 лет, и он скончался, не дойдя до Каманов, и он, его из Кукузов в Каманы тащили-то, и когда он умер, называлось, записывать в диптихе, поминальники где, но его Кирилл Александрийский не хотел записать, что он святой, а почему? А потому что главный гонитель против Златоуста был его дядя, патриарх Феофил Александрийский, и тогда явилась Божья Матерь, и ему, дескать, сказала, ты что делаешь-то? Ну и теперь канонизированный и тот, и другой, частное мнение бывает временное, нас интересует решение церкви, об иконах четко и ясно в 787 году собор выразился, вот я предполагаю, если бы сейчас сектанты-баптисты пришли, все приняли, сказали бы, мы иконы только принять не можем, ну вот как, которым святитель Иеговы говорит, и что, пожалуйста, нужно дать свободу, но чтобы нигде против не говорили ни слова, условие одно, не было хулы, а он, я не могу, я буду думать дальше, думай, иконы не спасают, спасает живой Христос. то есть вы опираетесь, вы когда нужно, так позволю себе заметить, опираетесь на опыт святых, как чистый и неукоризненный, когда не нужно, вот я привожу десяток, к примеру, святых, это не баптисты, это православные, или православные сказали, что это наши, то вам как бы это уже, ну это просто частное мнение, но они же, в свою очередь, категорически высказывались, высказывались как о традиции языческой, как поклонение иконам, изображения. Мне не касается, все, Василий, не тратьте время, зря. Дело в том, что был собор, собор решил, и их мнение уже никакого значения не имело, я говорю не о частном мнении, собор, седьмой вселенский собор порешил, все, вопрос решенный. Игнатий Тихонович, мне кажется, вы впадаете в противоречие, то есть вы не следуете традициям, официальной церкви православной, как-то поклонение мощам, там, монастырская жизнь, это все, я представляю себе столетиями, иницирическим путем, все это вырабатывалось в лоне православной церкви. И вы это отвергаете почему-то... Так, Василий, вы не на суд меня призвали, а задали вопрос, я уже ответил, что это не сходится со священным писанием. Господь говорит, я вас не сужу, слово, которое я говорю, оно будет судить. Евангелие Теяна 12,48. И не по мощам будет судить, не потому, что спрятался за стены. Больше к этому не возвращайтесь. Я заранее сказал, в первом минуте, что я отвечаю по слову Божию. А я не выбираю, нравится, не нравится, где-то... Вот то, что я говорю про монашество, они ни один не говорили. Но нигде и не было того, чтобы против слова Божия утверждать. Но я ответил, больше не надо к этому. Идем дальше, давайте вопросы. Я понимаю. Я в ходе моих исследований, некто Иоанн Новый Богослов. И так оно как-то по сердцу ложилось мне, когда я читал. Но опять же, бывает, говорят, такая пословица, ложка дегтя портит бочку неба. Нет, вы сейчас меня... Я понял. Вы вопрос-то не задаете. у меня много... Я ответил, все, не надо. У меня бочка меду и одна ложка дегтя. Я признал. Все, это мое. И за это я перед Богом отвечу. Я подошел, вплотную к вопросу. Я ответил, делайте так, как желаете. Но не вопреки решению церкви. И этот Новый Богослов уходил на могилы и беседовал с медом. Ладно. Вы зря время тратите. Давайте, не будем тратить время. Я ответил вам. Другого ответа не будет. Вот вы сейчас будете говорить 10 раз, а я отвечу то же самое. У меня нет другого ответа. Я это выработал среди глубочайших страданий. Вы выработали, даже как-то заучили, создается такое впечатление. Но вот Иоанн, вернее, не Иоанн, а Симеон, Новый Богослов, уходил на могилы и молил, и обращался, беседовал с медом. Ну вот вопрос вам же опять же, как это понять? Никак, понимать не надо. Заблуждение. Заблуждение. Все на этом конец. Я ответ дал дальше. Заблуждение, язычество. Он был богослов. Меня не надо. Вы доказывайте. Вы не вопрос задаете, а доказывайте. Старайтесь меня переломить. Другого ответа нету. Нигде это нету. С мертвым разговаривать, вызывать духи умерших. Это волшебство. Так опять же, АОН авторитет православной цели. Опять. Я вам ответил. Василий, остановитесь. У вас неправильный подход. Вы не вопрос задаете, а желаете переломить разговор на то. Не будет другого. Каких святых? К святым можно молиться и на могиле и везде. Но идти мои родственники умерли, я буду молиться им. Нельзя этого делать. Я не могу сформулировать даже вопрос. Вы ответили, что они святые, они понимают так, а я так. Я ответил, как я понимаю. Вопрос все. Дальше идем. Мне даже, видите, Игнатий Тихонович, при всем уважении к вам, мне даже важно не ваше мнение, а мнение православной цели. Я ответил. А ваше мнение, может быть, оно как бы как священники православной церкви могут называть вас еретиком. Меня это меньше всего волнует. За последние полгода я в черный список занес нападающих на меня 6,5 тысяч человек. Вы найдите кого-то, на кого такое, а Господь говорит, велика ваша награда на небесах. Меня все время радость. Чем больше гонители, похулители, матершинников, тем радостнее. Моя награда все выше и выше. Все. Я понял вашу честную позицию, что вы не согласны с отступлением православных. Не согласен, да, потому что Библия говорит по-другому, а Бог будет судить по слову своему, не по их решениям. В таком случае, я как бы более и более стою на той позиции, или вернее, сам собой, мне напрашивается вопрос, чем отличаются протестанты от Игнатия Тихоновича? Тем, что они не в церкви, а я в церкви. К нам приезжает митрополит и служит. И митрополит дает, во мне ни одного догматического, канонического нарушения не выявлено по сегодняшний день. Мои книги 15 лет, а это 38 томов, 38. У меня роликов 13 тысяч 150. Представьте, меня голыми руками можно брать, а они не могут ничего сделать. Центрские отделы, в Одессе в монастырь, Киево-Печерскую лавру мои книги затребовали. И нигде за 15 лет ни слова не могут сказать. Я говорю, а почему? А что, они самоубийцы, что ли? Так я, вы высказывали, что вы даже больше стихов написали, что Лермонтов и Пушкин и еще кто-то вместе взял. Некрасов, блок. И больше, почти в два раза. Ну, это умилительно, конечно. То есть, в каком плане? Я принес горш золота, а кто-то принес охапку хвороста и кричит, что у меня больше. Ну, это воспримите просто как шутка. Я еще раз говорю, что ни один из них нигде не показал, откуда мысль взята. У меня в каждом стихотворении 36 строчек, и напротив каждой строчки Библии, откуда взята мысль. У меня все направлено к небу, чтобы вся окрестность, все, что окружает, заговорило библейским языком. Тут не хворост. Это клевета и хворост. Златоуст говорит, чем больше они сырой соломы на меня кидают, когда подсохнет, до самого неба пламя будет. Ну, хорошо. Может быть, на этом тогда мы закончим нашу беседу. Так, у нас не беседа, вопрос и ответ. Вы в другой раз передумайте. Я конкретно отвечаю. Вы задали вопрос большой. Вот вопрос о мощах. Я должен ответить. А вы посчитали, что много. Но главное, я сказал. В прах ты и в прах возвратишься. Игнатий Тихонович, если говорить про мощи, то такой аргумент православный, что кости там упали, и труп, и Алисея, и пророка, они как-то коснулись, и раз человек вышел. Это очень сомнительный аргумент, если сказать, вообще неуместный аргумент, что надо теперь мощам поклоняться. Вы согласны с этим? Согласен с тем, что ни один сегодня не воскрес за 2700 лет. И так что зато хвататься никак не надо. Дальше они не пошли в Алисея ноги и руки отрезать-то? Они дальше-то не говорят. Это был единственный случай и больше он никуда не распространяется. Я рад за вас, что вы трезво пытаетесь мыслить по некоторым моментам, хотя бы по очевидным вопросам. А я не пытаюсь мыслить, я живу этим. А вот Христос сказал, отцами никого не называйте на земле. Старое такое. А вот объяснение православное мы знаем-ка, я знаю, и вы знаете наизусть все это. Но оно как-то объяснение это корялое какое-то, как бы такое лукавое, что ли, кривое. Написано ясно, Христос знал, что будут потом владыки, будут первосвященники, ваше превосвященство. Христос знал и говорил, отцами не называйте, а объяснение, оно как бы такое нелезное. Так, вы не вопрос задаете, вы сказали, я уже отвечать буду, а вы начинаете толковать, как вы понимаете. Вы скажете, вопрос в этом, почему называют? Вы не можете задавать, вам охота чисто по-сектантски затащить кого-то, не надо это. Слушайте внимательно. Вы говорите, не называйте отцами. Почему не говорите? Дальше написано, не называйтесь наставниками, не называйтесь учителями. Апостол Павел говорит, у вас много отцов. Что, Павел, хуже вас понимал разве? А он говорит, я родил, вы слушайте внимательно, я родил вас, а если я родил, то кто для вас? Отцов, говорит, немного. У вас тысячи наставников, тысячи. И Господь поставил, говорит, одних учителями, как он поставил, когда нельзя называться? Учителями, то есть родоначальниками, учения, как у баптистов. Вот это нельзя. У церкви этого нету. Мы, я вот с сектантами беседую 55 лет, и ни разу, нигде не было, когда беседуешь, чтобы они место толковали правильно. Они одно место вырывают, один из них, не называйтесь. Ну, хорошо. Ну, не называйтесь. А как же Павел называют? Молчок. Ты такое толкование дай, чтобы ни одно место Писания не противоречило, тогда оно будет от Духа Святого. Вот одно место. Ни одно место не годится. Апостол Павел говорит, я родил вас. Да, апостол не надо называть отцами, они отцы и есть. Они отцы родили. Раз родили отцы, Павел говорит, я родил вас. Ну, где написано, где написано о том, что у Давида был отец и истей. Мы скажем, где? А он родил его истей. Он и отец. Ну, так мы далеко уйдем. Написано ясно, что отцами и называются. Вот это и есть сектанство. Ну, написано дальше наставниками не называйтесь. А Павел говорит, у вас тысяча наставников. Что, Павел хуже вас понимал? Нет, он как раз и так сказал. А как? Я говорю, у вас в себе поправить. Так, ну-ка, это, Володя, подойди сюда, возьми. Он сказал так, я мою душ помню, поэтому я могу утверждать. Володя, сними. Сейчас, подождите. Я сейчас скажу, сейчас скажу, подождите. Значит, я уже сказал. Сейчас, сейчас, сейчас. Много у вас наставников, но немного отцов. Я родил вас благоествованием во Христе Иисусе, апостол Павел. Посланник. Помню стиху главу, правда. Сейчас, сейчас, сейчас. Много наставников, но немного отцов. Но он нигде не говорит, называйте меня отцов. Не надо, слушайте, тихо, не надо так смотреть. Он не говорит. Ну, зачем это цепляться? Нигде не написано, что священники будут. А он написан, перемена священства. Это чисто сектантская узость мышления у вас. Слушайте, 1 Коринфянам, 4,15. Ибо, хотя у вас тысячи наставников, значит, они есть, а написано, не называйтесь наставниками. Почему это не берете? Внимание. Христос сказал, не называйтесь наставниками. А Павел говорит, у вас тысячи. Я могу не только вопросы задавать, но и объяснять. Нет, не надо объяснять. Я не нуждаюсь в этом. Вы не нуждаетесь в этом. Но, слушайте, вы, иначе потеряете возможность слушать. Тысячи наставников. А Христос сказал, не называйтесь. И дальше. Но немного отцов. Значит, они есть. Он не сказал, что не называйтесь отцами, но немного. Их немного. Потому что они называются отцы такие, а через них никто не пришел к Богу. Я в тюрьме был, люди обращались. Я не говорю ничего, они это стоят. Отец Игнатий, Отец Игнатий. Почему? Вы меня родили. Павел дальше говорит. А родил и вас я во Христе Иисусе. Родил или нет? Родил. А раз родил, то кто он? Авраам родил Исаака. Кто он ему будет? Авраам родил... Авраам родил Исаака, написано. Кто он и будет? Авраам, Асяку, кто будет? Саню, не надо, мне ответы не нужны. Авраам, слушайте, вот видите вы какой. Вы уже годами ходите. Вы пришли, слушайте, записывайте, не мудурствуйте. Вы родили нигде, не прищищались. Жизни в человеке нет, когда он не прищищается. Теперь, у вас, у вас, апостол Павел говорит так. Я ждал другого, не мог ждать. Он говорит, Авраам родил Исаака. Кто Авраам для Исаака? Кто? Отец. А он говорит, я родил вас. Павел, кто для них? Духовно, вообще-то, Бог рождает. Все-таки крутите. Нельзя так, нельзя, Василий, нельзя так. Павел говорит, об отцах речь идет, слушайте, немного отцов, немного, немного. Ну, значит, они есть. Я родил вас. Маленький вопросик, он очень просто на него ответит. Вы никогда не ответите, вопреки Писанию. Только по Писанию, совершенно по Писанию. Окажется, недавно в ходе моего исследования православия, так как свидетель Бог, я хотел перейти туда, ну, поэтому ушел из баптизма. Вы никуда не пойдете. Никуда не пойдете. В ходе этого исследования я обнаружил еще интересный момент, если не сказать больше. Так, слушайте. Так, подождите. Вам охота кого-то учить? Меня учить не надо. Вы вопрос задали. Для этого вы просились навстречу. Василий, остановись. Василий, остановись. Василий, вы не можете остановиться? Я не могу, просто так нет. Я могу сказать. Вам ответы, вам ответы-то не нужны. Ну, слушайте внимательно, слушайте. Ну, ну, помолчите, маленько. Сейчас я уже ухожу. Мне некогда. Матфея, смотрите, Матфея 23.10. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник Христос. Вы слышали? Один. И вы понимаете Писание нисколько не лучше, чем Павел. И говорит, у вас наставников тысячи. И дальше. 13.7 евреям. Поминайте наставников. Евреям 13.17. Повинуйтесь наставникам. А Христос говорит, один наставник. Вы не называйте их учитель. Ибо один учитель Христос. Я говорю о наставниках. Вы подсовывайте сначала о наставниках. Об отцах договорились. А теперь учитель. Учитель никто нет. И теперь давайте слово учитель. Вы слушайте внимательно. Вы так говорите, как будто после глубокого пьянства. Прямо не остановишь вас. Ну. Вот. Слушайте внимательно. Я не пью вообще. Ну. Хорошо. Молодец. В космонавты годишься. Вот мы считаем. Это мы берем Матфея. Так. Учитель ваш, если пьет. Матфея 23.8. Не называйтесь учителями. Один у вас учитель. Один. То есть учителями никого нельзя называть. Вы согласны? Согласен. А теперь слушайте дальше. Вы никак не умнее апостола Павла. Мы прочитаем сейчас. Что он говорит? Дальше. Мы сейчас считаем. Вы не можете остановиться сейчас. Апостол Павел говорит. Римлян 12.7. Учитель ли, пребывай в учении. Кому он обращается? К верующим. К верующим. К учитель. Учитель. Значит, учитель есть. А вы, а не один учитель. Дальше. Каким надо быть? Показывай себе в образец добрых дел. В учительстве чистоту. Это говорит титул 2.7. Значит, он учитель? Да. Да. Я же не отрешаю. А ну как? Новоседовый учитель. А там написано. Один учитель. Родоначальник учения один. Вы запомните это. А остальные, которые поучают. Вот вы сейчас учите. Братом он называется. Так, все. Вопросы какие? Вы вопрос задали. Я вам ответил. Вам охота учить. Найдите другого человека. Один маленький вопрос. Мне не надо. Вы вопрос слушайте внимательно. Учитель. Учитель один. Учитель один. Апостол Павел обращается и говорит. Учителя. Вы ничего не соединяете вместе-то. Никак. Это. Вы не даете мне сказать. Да не надо вы. Все такое секта. Узость взгляда на истину. Он об этом говорит. Один стих вырвали. Егова, Егова, Егова. Все Егова. А что он называется? Саваоф. Они не знают. Почему священники клянутся? Почему священники? Клянусь Богом Всевышним. Буду служить Богу. Почему священники? Клянусь нельзя. Клясться нельзя. Ответ один. А на сути это нельзя? Я сказал. Клясться нельзя. Златоуз говорит. Кто клянется на порог, церкви не пущу. Почему православные священники? Все. Я вам ответил. Я ответил. Нарушение. Все. Вы удовольствуетесь этим. Ответ получили. Нет. Вам не это надо. Вы не ищите в ком-то. В себе ищите. Вы получили ответ. Я сказал. Ответ один. Ответ один. Они поступают неправильно. Клянусь давать нельзя. Все. Переходим к следующему вопросу. Значит, вы не согласны. Абсолютно не согласен. Православные установки. Вы меня не подыскиваетесь под меня. Я вам ответил. Для вас я старался. Я конкретно вам скажу. Вы ко мне не подкапывайте. Слушайте внимательно. Вы сказали правильно делать. Я говорю. Неправильно делать. Все. Ответ один. Пошли дальше. Я вам как-нибудь малинейность и искренность. Тогда же сегодня уже платить. Клятву. Ну все. Клятву давать нельзя. Определенная щетка. Но вы этот ролик сохраните для поколений. Я еще раз говорю. Я ничего не урезываю. Вы когда думаете записать вопросы, задали и ждите ответ. Вы вопрос не задаете. Вы разворачиваете ложное, сектантское, еретическое толкование. И стараетесь навязать. А вопрос вам и не нужен этот. Вы хотите... Вы привыкли бродить по помойкам. Игнатий Тихонович, видите, ответ сописедника может подразумевать следующий вопрос. Следующий, следующий. Я вам ответил. Другого ответа не будет. Вам охота выговориться, Василий, перед кем-то. Поищите другую аудиторию. Вы вопрос не умеете задавать. Я вопрос задаю. Скажите, что сказано о Троице в той Библии? Все. Вопрос задан. А ответ прошел. Семь столетий ответ давали. В Библии ничего о Троице не написано. Я говорю о Троице. Семь столетий шла война. А иконоборчество сколько там шла война? Точно так же. Семь столетий ушло. На Седьмом Вселенском Соборе. В 787 году при покровительстве Ирины императрицы решение было принято. Но вот в первых веках древние святые категорически говорили о изображениях, как о традиции языческой. Не говорили. Наоборот. Евангелист Лука написал образ Божьей Матери. Так говорят. А вы-то что говорите? Так говорят. Церковь то не приняла. А куда эти исторические вот эти фанаты? Вы вопрос-то не задаете. Вы стараетесь сектантские свои эти продавить. Вы пропустите этот ролик, с которым мы беседуем? Вы который раз спрашиваете? Второй раз. Третий раз уже спрашиваете. Еще если будем говорить, вы все время будете спрашивать. Я ответил вам, что я ничего не урезываю. Так вот эти выписки святых, они же имеют место. Церковь не приняла это. Еще раз говорю. Голос в церкви. А вы именно так. Они сказали не церковно, а я схвачу это. Видите? Вы были святыми. Да вам век не надо святые. Вы все равно их не признаете. Но главное, что они не согласны. Это мой. Вот в этом вся секта. Вы никогда не выйдете из этого заблуждения. Вам сегодня Бог открывает дверь. Прими истину. Поклонись и будь православным. Ну, в ходе нашей дальнейшей беседы, если вы мне откроете... Так. Но пока не вижу к этому никаких, как бы сказать... А ничего у вас не извинешь. Потому что вы привыкли по помойкам лазить. Вот бывает в уголовном розыске собака. И бывает очень хорошая собака. Слушайте. Но если она взята была шавкой, то она бежит за преступником, а он пробежал по помойке. Она остановится и обязательно стоит... Это ее родина. Иустин мученик, Каприан Карфагенский, Климент Александрийский, Тертулиан. Это же не с помойки взято. Еще раз говорю, что церковь не приняла, что говорено было против икон. Церковь не приняла. Они заблуждались, как Ориген, как Тертулиан. Они не святые. А, ну, в таком смысле-то да. Но они написали труды, да, православные? Да, трудов много написано. И церковь отвергла... Церковь отвергла святых своих. Не своих. Видите, вы уже не учите, а церковь отвергла. Вам охота поспорить. А я сказал, я не спорю. Я вам ответил. Очень охота не поспорить, а на равных как... Нет, равных нет. Вы ученик, я учитель для вас. А, в таком плане. Ну да, вы меня спрашиваете, я отвечаю. Пока мне, конечно, все. Мне уже хватает. Все. Вы на будущее, если хотите беседовать, сразу займите роль ученика. Подними руку. Вопрос задал и сиди слушай. Ну, ну, конечно. А слица, которая привыкла глотать, говорит, горящий воздух, я вам послал. И ее не остановишь. Только в ее месте, если найдешь, когда у нее похоть будет, когда найдет осла. А вы даже не поняли, о чем я сказал вам. Это про кремия говорит. То есть, ваш ум будет оплодотворяться сектантскими мыслями. Вас там и найдут. Вот и все. Пока. С Богом. До свидания. С Богом. Аллилуйя. Да, слава Господу за все. Аллилуйя. Вы, Ян, вы как-то, вы помните беседовали с одним ботистом, одно слово еще? И вы хотели, чтобы он перекрестился, а он не мог перекреститься. Говорите, что не могут перекреститься ботисты. Помните? Конечно. Вы хотите, что я вам могу показать, что я тоже могу перекреститься? Ну, слава Богу. Слава Богу. Но это меня, думаю, не приближает к Богу. Нет, не приближает. Вы исследуете свою жизнь, не церковную. Не в первый век, смотрите, а в сегодняшний день. Почему так ваши мозги запудренные? Вы ничего не воспринимаете. У вас не мозги, а булыжник какой-то. Что я говорю, люди, тысячи людей услышали, приняли. А когда Василия дошло, у него на раскаленная плита, у вас вот так вода от нее отлетает. Видите, вопрос может быть аргументирован. Не надо, не надо. Я по Библии ответил вам. Вам надо попросить и ответ. Вопросить и обширный ответ. Понимаете, вы вопрос задали. И не вам решать, как я его отвечаю. Вы ко мне пришли, не я к вам. Вы ко мне добивайтесь, стучитесь. Чего вы так ведете себя нахально? Не, ну я позволяю, я как бы стараюсь, что прошу прощения. Нельзя так. На будущее, если хотите еще раз встретиться, вопросы запишите, просчитайте, и пока я не отвечу, сидите, молчите. Ну попробуем, посмотрим. Ну вот, если не получится, значит, я не ваш учитель. Храни вас Господь. До свидания. Отключайтесь. Хорошо.